Добраться до речного порта без личного авто – не такая простая задача. Альтернатива – вызвать такси или подняться до центра города самостоятельно. Правда, лестница за десятки лет использования сильно обветшала. Путь ни разу не ремонтировали с момента строительства. Последней каплей стало предаварийное состояние мостового перехода. Куски бетона отваливались и падали на проходящие внизу поезда. Поэтому и ремонт решили начать с моста и подходов к нему. Трудоемкий процесс. Здесь нет точки подключения электроэнергии. Мы работали бензиновыми генераторами, поэтому наши работы немножко затянулись. Ремонтировали в два этапа. Первым делом демонтировали старые бетонные ступени, усилили несущие элементы, сделали ступени из металла. Тем самым облегчили вес всей конструкции, благодаря чему мост будет служить дольше. На втором этапе занялись покрытием, усилили основание, уложили металлические листы. Контролировали работы администрация и специалисты стройзаказчика. Еженедельно по два-три раза в неделю осуществлялись выезды на место проведения работ. Контроль начинался, начиная с материалов, которые поставляли. Потом с инструмента, которым они работают, как они им работают. Ну и безусловно с соблюдения правил охраны труда и техники безопасности. Хочу отметить, что коллеги соблюдали все необходимые требования. Ремонт осложняли и проходящие мимо поезда. На время их проезда подрядчики останавливали работы. Новый переход уже оценили жители и туристы. Наталья из Нижнего Новгорода отмечает, теперь добраться до центра намного удобнее, а самое главное – безопасней. Удобно, потому что в том году мы были, я пробовала попасть в город, но пошла по дороге, которая ехала по проезжей части. И так и не дошла, потому что было очень далеко. А здесь сегодня, в этом году попробовала пройтись. И очень удобно, потому что и быстро, и в принципе даже не устала. В планах доделать освещение и покрасить конструкцию. Подрядчики уверяют, срок службы металлического моста – 50 и более лет. Официально объект сдадут к 1 июля. Анна Тищенко, Улправда ТВ.